Строго говоря, полностью название технологии звучит как CRISPR-CAS9. В ее основе лежат особые участки бактериальной ДНК, CRISPR, Clusted Regal или Interspact Short Palindrome Crepeats, короткие полиндромные кластерные повторы. Между этими повторами располагаются фрагменты ДНК. Именно они, грубо говоря, и служат ориентиром при работе CRISPR, как передает редакция New Atlas со ссылкой на журнал Nature Methods. Кстати, если вы хотите получать новости из мира в числе первых, рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Группа исследователей из швейцарской высшей технической школы ЦУРИХА, ЭТЭ ЗУРИХ, продемонстрировала, что их новый процесс редактирования генов может одновременно изменять 25 различных участков генома. Ученые говорят, что новый метод не обязательно ограничивается 25 мишенями, а теоретически может быть увеличен до сотен одновременных модификаций генов. Вместо применения традиционного белка СЕС-9, используемого в большинстве случаев при работе с CRISPR. Этот метод использует куда менее известный СЕС-12. Предыдущие изыскания уже показали, что фермент СЕС-12, а немного более точен в своей способности идентифицировать целевые гены, однако новое исследование показывает, что СЕС-12 и также может обрабатывать более короткие участки молекулы по сравнению с СЕС-9. Общая методика работы CRISPR-СЕС нацелена на мишень в последовательности ДНК с использованием. Так называемый, направляющий РНК, эти молекулы РНК, как их называют ученые, являются чем-то вроде номеров табличек на домах. По этим табличкам и ориентируется CRISPR, вырезая нужные участки. Экспертам из Швейцарии удалось поместить на молекулу ДНК сразу несколько табличек. Таким образом за одну операцию стало возможно редактировать несколько участков. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok